всем привет вы говорите что у нас на ремонте нет honda honda есть и это видео будет про лодочный мотор honda 130 который заклинил после зимнего хранения первым делом мы сняли электростартер для того чтобы посмотреть так как здесь маховик находится не сверху а снизу у нас были такие случаи когда там стояла вода и маховик ржавел клинил в данном случае никакой воды там не видно в общем будем снимать редуктор для начала а затем попробуем покрутить двигатель чтобы узнать заклинивший это двигатель или редуктор сняли редуктор редуктор проворачивается придется нам снимать двигатель и разбирать его а для этого нам нужно снять дейдвуд чтобы добраться до двигателя до нижних его болтов дело в том что здесь некоторые болты вкручены автомобильные и они ржавеют при снятии редуктора два болта еле выкрутились грани были сорваны из-за ржавчины и приходилось забивать туда ключ для того чтобы открутить начинаем разбирать и уже столкнулись с такой проблемой болты не крутятся то есть если просто их попытаться крутить шляпа свернется и останется залом попробуем советы от наших подписчиков берем перфоратор ставим надолбление но для начала попробуем ну вот чувствуется что срывается болт сворачивается шляпа сворачивается шляпа если пытаться дальше крутить то мы просто свернем болт ну конкретно не было сказано каким перфоратором пользоваться попробуем еще одним наверно хватит пробуем еще раз откручивать опа ну все да не работает мы сорвали мы сорвали болт не работа мы просто сорвали болт сейчас его надо достать половина болта осталось внутри вот смотрите посмотрите как там закисшие все надо перфоратор еще больше еще мощнее перфоратор на да это слабый перфоратор конечно в данной ситуации вы можете возразить что надо было еще и погреть алюминий однако здесь же нет прямого доступа к резьбовому соединению придется греть где-то сбоку мы просто испортим лакокрасочное покрытие но толку от этого будет очень мало все равно в итоге придется этот залом высверливать и к тому же еще и красить ногу изнутри тоже нет доступа большой шанс открутить закисший болт при помощи гайковерта однако если резьба очень закисшая то даже гайковерт не поможет в идеале конечно надо одновременно греть и откручивать гайковертом но только если есть такая возможность для того чтобы добраться до болтов двигателя требуется снятие пластмассового кожуха однако не получается открутить болты которые находятся внутри вот два болта выкрутились но они ржавые окислившиеся пытались при помощи ударной отвертки однако не получается один из этих болтов находится здесь и у него уже сорваны шлицы поэтому для того чтобы их выкрутить нам придется высверлить и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бензин. До разборки двигателя на одной свече был бензин. Сняли двигатель и решили дунуть в цилиндр. И полился бензин оттуда. Подумали, зачем мы вообще разбираем, когда там просто гидроклин. Но на самом деле коленвал заклинивший все-таки оказался. И посмотрели клапаны, там клапаны ржавые. Хотя распредвал не заклинивший. Заклинивший коленчатый вал. А еще у нас вылился бензин, когда мы сняли впускной коллектор. Тоже удивились, откуда там мог оказаться этот бензин. Распредвал крутится. Консервант. У него масло пахло бензином еще тоже. И бензин причем плохого качества, с ацетоном. При снятии головки блока от цилиндров было обнаружено следующее. На третьем цилиндре песок. Вряд ли это диверсия. Потому что видно песок и здесь. Там, где выхлоп. Судя по всему, могло набить через выхлоп. Прибоем или каким-то образом. Но в свечных колодцах нет песка. То есть это не специально подсыпано. Хотя, предлагайте свои варианты. Теперь нужно будет притирать клапаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Позвонили владельцу, чтобы объяснить всю ситуацию. Он объяснил, что в цилиндрах был раскоксовыватель. Пытались лить в цилиндры, чтобы расклинить мотор. Теперь владелец будет думать, что с этим делать дальше. А мы, если у нас будет время, покажем продолжение. Мы предполагаем, что песок в цилиндр попал во время стоянки на воде, после завершения сезонной эксплуатации. Мотор был в поднятом положении, но во время волнения винтом зачерпывалась вода с песком, которая при покачивании дошла до двигателя. И далее, через открытые выпускные клапаны, попала в цилиндр. Когда пришло время вводить мотор в эксплуатацию, он уже не проворачивался. И такое у нас не впервые. На канале показывали тот же самый случай, только с мотором Yamaha 64 такта. Если у вас есть свои предположения, откуда мог появиться песок, делитесь об этом. Кроме этой Хонды, у нас еще на очереди Хонда 135, которую тоже придется разбирать. Изначально проблема в том, что двигатель перегревается. При снятии редуктора полилось масло с двигателя. Впрочем, это уже совсем другая история. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...